Ребята, здравствуйте! С вами Алексей. Добро пожаловать на мое новенькое видео по игре American Truck Simulator. Друзья, сегодня у нас в рубрике обзора модов будет платный мод Volvo VNL. Специально не буду говорить цифру кабин, которые здесь есть, потому что их тут очень много. Тут есть как и, так скажем, 600-я серия, также есть и 700-я серия здесь. И хочу сказать, что на канале очень-очень-очень давно выходил обзор на эту машину. Тогда это была одна из самых первых версий, а сейчас, буквально пару дней назад, вышло обновление. Она совершенно спокойно работает на 1.35 и, более того, она совершенно спокойно работает на 1.36 на бета-патче. Именно на нем я сейчас записываю это видео. Ссылочку, ребят, на мод я оставлю в описании. И если вы скажете, что пришли от меня, вам будет скидочка 100 рублей. Там даже, в принципе, если покупать ее для двух игр, кстати, она как для АТСа, так и для ЭТСа есть, это даже получается выгоднее, нежели чем брать для одной. И в очередной раз напомню, что данное видео создается лишь только с целью демонстрации возможностей данного мода. Я никоим образом, ребята, не заставляю вас этот мод покупать. Просто для потенциальных покупателей, ну, либо просто кто хочет посмотреть вообще, как там дела в приватах. Все, со вступлением заканчиваем. Погнали посмотрим вообще, что это такое, как это все выглядит, как это все смотрится. Ну, для начала мы посмотрим внешку. Это 600 кабина, коротышка так называемая. Что здесь лично мне, опять же, не нравится. Не знаю, будет это исправлено в дальнейшем или нет. Мне не нравится переднее крыло. То есть видно, да, то, что оно вот такой лютой шагренью здесь оно у нас идет. Из прямых вот этих вот палочек сделано закругление. Единственный, наверное, момент, который мне не нравится. В остальном смотрится, в принципе, машинка неплохо. Она выкрашена, конечно, в металлик. Нам надо будет ее потом покрасить в обычный белый цвет и уже более детально рассмотреть. Поэтому пока отодвигаем это в сторонку. По кабинам, друзья, именно на 600 шасси у нас есть 630 кабина. То есть она у нас по длине остается такой же, но по высоте она у нас становится меньше. Есть 630 вторая версия. По факту здесь меняется только то, что у нас добавляется вот этот аэродинамический козырек. Ну и 670 это топовая кабина для 600 шасси. Чем вообще 600 от 700 отличается длиной кабины и, соответственно, длиной самого шасси. Давайте посмотрим по салону на низкой крыше, как это все выглядит. Салон у нас здесь, естественно, есть. Он, естественно, свой. Ну вот так вот выглядит низкий, ребят, салон. Здесь нет второй спалки, нет, соответственно, никаких окон. То есть это просто, грубо говоря, отдельная такая маленькая небольшая комнатушка, где вот единственное, что у нас есть, это только лежанка. И как бы, в принципе, все. Ну и плюс ко всему там пара шкафчиков. Есть также новый типа вариант салона, да, который, как я понимаю, вот один из последних, можно так если выразиться, который был перед новым поколением Вольвом. Ну, по факту здесь только меняется у нас обивка сидений, обивка с палкой у нас меняются и некоторые декоративные элементы. По 670 кабине, по высокой. Давайте посмотрим, что у нас тут и запомним самое главное. Здесь у нас есть столик, оказывается. То есть не знаю, ребят, правда это или нет, есть ли на 670 столик. Ну, я думаю, что вполне себе, да, в принципе, место-то там позволяет. Почему бы нет? То есть, ну, прям, да. По высоте у нас имеется, соответственно, уже вторая спалка, шкафчиков у нас немножко побольше. Ну, и мы сами видим прекрасно, да, что здесь высота кабины прям другая-другая. И 670 кабина по салону именно в новой компоновке. Ну, имеется не в новой компоновке, а с новым цветом. Она лично мне нравится больше. Далее, как же поменять на 780-ю? Для этого, ребят, нам с вами надо зайти в шасси и поставить уже шасси от 780-й Вольво. Возвращаемся обратно в кабину. Здесь у нас также идет 730-я. То есть, это, грубо говоря, самая низкая крыша 730-я со спойлером. То есть, мы видим, да, то, что у нас просто здесь добавляется вот этот аэродинамический козырек. Больше у нас кабина никак не меняется. Ну, и, соответственно, 780-ка. Давайте поглядим на кабину. Как она у нас выглядит внутри. Ну, не кабина, а салон. Тут мы уже видим, что, да, здесь и шкафчики чуть поширше. И спалка сама побольше. И столик здесь уже имеет место быть. Но также, да, у нас, несмотря на то, что вроде как низкая кабина, у нас здесь уже есть вторая спалка. То есть, сверху у нас лежаночка присутствует. И также, плюс ко всему, это все у нас идет в двух вариантах цветов. Ну, и 780-ка. Это, соответственно, самая высокая кабина, ребят, которая только может быть предложена. Здесь максимальный фарш, который только есть. Ну, и, как плюс ко всему, еще это новый цвет. Кстати, давайте проверим сейчас автора на, так скажем, лень. Запоминаем цвет салона. Ставим его светлым. И смотрим с внешки. Автор ленивый. Потому что, ну, как вы видите, да, у нас цвет салона внутри-то поменялся. Снаружи он у нас остался черным. Это, как бы, уже, можно сказать, обязательная история. Уже даже разработчики так сами делают. Так что, ребят, кто делает моды, давайте, 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 поднажимайте, чтобы цвет салона совпадал как с внешки, так и снаружи. Ну, по типу 6 здесь все понятно. По двигателю, друзья, здесь стандартный вольвовский набор. Есть Detroit Diesel и есть Cummins. Никаких Caterpillar и прочего здесь нет. Ну, в принципе, как бы, по-моему, на Volvo официально Caterpillar и не ставились. Если я не ошибаюсь, то есть только либо Cummins, либо Detroit Diesel, либо стандартные вот эти вольвовские двигатели D13, соответственно. Ну, давайте мы его и оставим на 420, допустим, лошадиных сил. По трансмиссии здесь, опять же, все дефолтное. На это мы даже не смотрим. Салон мы с вами так или иначе посмотрели. Единственное, только что торпеды не разглядели. То есть здесь у нас, как я понимаю, все полностью идет с дефолта. Все кнопочки, постаканнички в очень даже неплохом качестве. Дверной карты тоже, в принципе, не очень. Мне нравятся сидушки. Классно сделано, вопросов нет. В остальном по верхушкам, по ящикам. Ну, вроде тоже неплохо. Вот это что такое? Интересно, это либо под рацию куда-то. Ну, рация вообще-то здесь у нас выводится. Не знаю, что вот это такое. Что это за шнурок такой черный. Но он имеет место быть и, плюс ко всему, он у нас здесь еще продублирован. Странно, может быть просто какой-то лишний объект? Ну нет, ну смотрите, то есть здесь вот он идет. Короче, странно, надо будет с этим разбираться. По покраске, ребята, она у нас, естественно, поддерживается. Это могут быть как обычные цвета, так и цвета металлик. Ну, есть вот косяк, да, я смотрю, что красный цвет здесь не работает металликом. Видимо, что-то где-то сбилось, просто имеем это в виду. Плюс ко всему, даже у нас есть несколько скинов. И можно будет нарисовать в случае чего свой. Ну, давайте поставим белый цвет, допустим, кастомный, да. И попробуем еще какие-нибудь косяки здесь поискать. Ну, вот я говорил про крыло, оно мне не особо нравится. Есть вопросы у меня к бамперу. Видно, что тут вот так-то он сам по себе нормальный. Вот имеется в виду какие-то черные, как, я не знаю даже, как это сказать, так как тени черные какие-то лишние появляются на нем. По кабине вроде неплохо. Козырек вроде бы тоже так ничегошный здесь у нас стоит. Зеркала вроде нормально стоят. Но здесь с этой стороны крыло как бы тоже нужно переделывать. Баки нормально. Ну и задняя тележка, в принципе, вроде бы тоже так неплохо выглядит. Каких-то прям криминальных прям здесь моментов у нас нет. И это очень даже хорошо. Ну, ради эксперимента, не знаю, может быть в бизон покрасим. В принципе, такая неплохая интересная фирмочка. Ну, имеется в виду покраска у них, да. Вроде выглядит неплохо. По тюнингу, ребята, здесь что на 670 кабине, что на 780, в принципе, плюс-минус тюнинг одинаковый. Колес никаких собственных нет, поэтому давайте мы сразу переключимся на низ и пойдем смотреть, что у нас тут присутствует. Вот, как я и говорил, платформа и шасси здесь, в принципе, одни. Единственное, только отличается, это у нас длина кабины и, соответственно, длина шасси. Но юбочки, так скажем, да, вот эти боковые там крылья и т.д. и т.п., они, в принципе, идентичны. Поэтому их можно ставить с 670 на 780. И как бы, в принципе, наоборот, я тоже думаю, можно что-то будет подогнать. Итак, первый вариант, как есть, это крашеная. Второй вариант и низ у нас здесь будет пластиковый. Третий вариант. Здесь у нас исключительно только дается ступенька и юбка вот эта боковая ставится под дверь. Исключительно баки и все остальное у нас открыто. Четвертый вариант. Тот же самый вариант компоновки, но полосочка здесь, она у нас уже будет пластиковая. Здесь она у нас крашеная под цвет кузова. Дальше у нас идет хром. Ну и на 780, если это ставить, убираем задние крылья. То есть, это полностью от переда до задней тележки у нас закрывается вот такими замечательными юбочками. Пластиковая полосочка, напоминаю. Здесь у нас дальше идет хромированная полоска. Еще один вариант. Здесь у нас добавляются хромированные накладки на, так скажем, вот эти ступенечки. Еще один вариант. Здесь у нас добавляется хромированная полосочка снизу. Еще один вариант. Полностью все крашеное под цвет кузова, но обрывается ровно за кабиной. То есть, здесь у нас ступеньки по факту открыты. И можно сюда подвесить дополнительное оборудование, которое я вам покажу чуть позже. Еще один вариант предыдущего варианта, но здесь у нас уже пластиковая накладочка имеется в виду черная, здесь у нас также идет хром, ну и соответственно полностью все у нас выполнено под краску. Очень даже интересно смотрится, давайте мы возьмем коротыша, чтобы посмотреть, какие элементы мы с вами сможем накинуть на раму. Первый это просто вот такая интересная ступенечка, ну и второй вариант здесь что-то типа ящика под инструменты, если это можно так сказать. В этом месте у нас ставятся всяческого рода крылья, то есть это завод у нас получается, это что-то типа кастома, это, ну я тоже думаю кастом, вряд ли такое на Вольво ставят с завода, ну и соответственно вот такие вот пластиковые крылья, которые очень любят вот наши водители из СНГ, ну типа колеса полностью закрывает, никуда ничего не вылетает, прикольно все это смотрится. По задней части брызговички у нас одни, единственное, что сюда можно будет подвесить один из номеров. Далее, по раме, что у нас тут еще присутствует, ну только с этой стороны, наверное, как-то вот думесы все эти надо ловить. Здесь у нас вешается карьер, то есть, как вы понимаете, это APU unit, но что-то как-то слишком низко висит вентилятор, вот этот фен, его надо ставить, ну как минимум где-то сюда, либо сюда, то есть нужно поднимать его, соответственно, повыше, ну прямо он чересчур низко висит, ну либо мне так просто кажется. Далее, по украшательствам, здесь у нас вот такая хромированная полосочка может быть поставлена, в этом месте у нас меняются трубы выхлопные, то есть, либо одна, либо, соответственно, две. В этом месте у нас вот такое пластиковое крыло добавляется на крышу, тоже, в принципе, смотрится неплохо и завершает, так скажем, весь аэродинамический вид машины. Здесь у нас мигалочки вот такие ставятся, но это понятно, что они у нас будут работать. В этом месте у нас можно подвесить какой-нибудь из логотипов, но если, допустим, у нас просто белая покраска, да, давайте мы даже к ней вернемся, то, соответственно, здесь вот вы одну из фирм, так скажем, можете налепить. Ну, это на самом деле даже очень-очень здорово, почему бы, собственно говоря, и нет, но мы с вами вернемся обратно к этой покраске. Далее, по крыльям, ой, господи, по каким крыльям, по зеркалам. Здесь у нас несколько вариантов, то есть это старый, старый образец, так скажем, это уже европейский манер пошел с FH 2009 года. Ну и, соответственно, здесь у нас они уже идут новые и плюс ко всему новые вот с этими новыми каменштейнами. Почему именно новые? Ну, салон у нас вроде как под новую машину, да, под самое, так скажем, последнее поколение. И, в принципе, с внешки тоже можно машину под это последнее поколение подогнать. Ручки хром, соответственно, крашенные, либо пластик, это все, я надеюсь, понятно. Здесь у нас стоит карьер, просто так сам себя уже перепроверяю. Здесь у нас вот такие шторочки в салончик подвешиваются, то есть, опять же, разных мастей можно и на наш лад, конечно же, повесить, который мы все с вами любим. Здесь у нас вот такие замечательные лайтбары для того, чтобы какое-то оборудование дополнительно поставить. Фортовый, визит, трудяга, домой, бронди, волево, хромированная надпись и волево пластиковая. Ну, то есть, опять же, если у вас просто единого цвета машина, так скажем, да, то можно это сюда наклеить. Визор дополнительно хромированный, либо прозрачный, ну, сделаем, наверное, прозрачный. Здесь у нас вешаются шторочки, друзья. Ай-яй-яй, забыл, я, к сожалению, подключить опять этот пак. В общем-то, во второй части видео я вам покажу, как это работает. Ну, вы видите по названиям, что, в принципе, здесь они у нас абсолютно такие же, как и есть в Евротраке. Здесь, соответственно, у нас идут предметы на лобовое стекло, но это вы все прекрасно понимаете. Дальше у нас идет мухобоечка хромированная, два варианта. То есть, первый у нас ставится сверху на капот, второй полностью обволакивает решетку радиатора. Также у нас это все дублируется в прозрачном варианте. Ну, вот так очень даже неплохо смотрится, я вам хочу сказать. Здесь сама решетка радиатора может быть хром, либо обычный стоп. Плюс ко всему сюда можно подвесить один из номеров. Чуть ниже вот такие интересные хромированные накладки у нас ставятся сюда. Далее, сами фары, то есть, можно их поменять. Вот, в принципе, обычные стоковые, так скажем, с хромированной внутренней частью. Headlight New, то есть, это вот новые. Как раз у нас и оптика, получается, поменялась. Далее у нас поменялись бампера, что я вам покажу дальше. Поменяли зеркала и немножко у нас поменялся салон. И то, что многие просили, это фары от Priora. Да, друзья, их можно вот с такой серой вставочкой сделать. Ну, либо, соответственно, просто покрасить под цвет кузова. Но эта история будет работать, я думаю, в Евротраке прям вообще просто на изи. Далее, ребята, давайте поглядим. Здесь у нас, естественно, оверсайз сайна идет по бамперам. Это первый у нас получается вариант. Второй без противотуманок, но с хромированной полоской. Третий вариант – это пластиковая полоса. Четвертый вариант. Также у нас остается пластик, но уже у нас идут противотуманки. Соответственно, пластик меняется на хром-накладку. И здесь у нас все становится под краску. Седьмой вариант. Вот такой бампер. Очень даже солидный. Прямо таки сказать, он мне реально нравится. Такой вот серьезный и без лютого такого колхоза. Дальше он идет без дополнительной нижней накладки пластмассовой. Вот такой бампер сразу с кенгурятником и с туманками. Очень тоже неплохо смотрится. Новый бампер. Поменялась у него форма. Юбка такая немножко пошире стала. Более аэродинамичная, я бы сказал. Полностью крашеная под цвет кузова, но с туманочками, с дополнительными. Далее туманок нет. Просто идет хромированная накладка. Просто красочка, соответственно. Новый вариант. И хром-накладка, и получается у нас идут туманочки. Ну и вот такой кастомный. Можно сюда влупить бампер, чтобы прям вообще быть просто красавчиком. Плюс ко всему там у нас имеются лампочки. Ну и также сюда можно какой-нибудь номер продублировать. Но согласитесь, здесь он не будет вообще никоим образом смотреться. Поэтому мы его оставляем именно здесь. Здесь у нас идут зеркала на капот. Ну давайте их оставим, не знаю, в таком допустим варианте. И ради обзора поставим вот такой. Чтобы просто сравнить, как они у нас вообще показывают. Здесь у нас меняется сеточка либо хром, либо, соответственно, пластик. Ну и вроде как, друзья, по внешечке у нас все. Давайте, наверное, сейчас сделаю небольшую перебивку. Подключу CISL Pack и покажу вам, как все-таки выглядят шторки. И чтобы у вас было представление обо всем этом. Итак, ребят, ну что ж, тюнинг салона. Давайте посмотрим теперь наконец-таки в полной мере. Подключил я все тюнинг аксессуары, которые нам понадобятся. Итак, салон. В общем-то, вернулся я к стоковой, в принципе, версии. Потому что пришлось и выйти. Но это, короче, все левые истории. Ладно, про них мы рассказывать не будем. Заодно, кстати, посмотрим, как у нас тюнинг реализован именно на короткой кабине. А потом заодно и посмотрим, как это все сделано на 780. В общем-то, здесь у нас по стандарту вешиваются вот эти все замечательные предметы. Сисл, просто не понимаю, почему он здесь не работает. Дальше здесь у нас идут вот такие замечательные шторочки. То есть можно, кстати, взять, нажать сюда и подвесить, ну, какие-нибудь из этих, допустим, красненькие, да. И здесь вот, допустим, красненькую подобрать. Вроде более-менее как-то совпадает. И с внешностью тоже это очень достаточно прикольно, кстати сказать, смотрится. Прямо реально красиво. Далее здесь, ну, это понятно, хром, TD и TP. Здесь у нас идет тюнинг на лабаж. Здесь уже, естественно, CISL поддерживается. В этом месте что у нас? Это зеркала понятные. Здесь у нас предметы, опять же, идут на приборную панель. Тут у нас есть вот такой замечательный прямо столик, на который все можно накидать. Вот этого прям я удивился, потому что это раньше не было. Ну и, соответственно, коротенький столик, если вы там тоже хотите какой-то хлам покидать. Слушайте, ну, интересно. По рулям. Что у нас имеется? Стандартный руль и, соответственно, люксовый в таком более-менее приятном цвете. Здесь у нас почему-то меняются зеркала. Ну, окей. Тут у нас ставится навигатор. Здесь у нас ставится мухобойка. Также у нас присутствует тюнинг сидения. Сзади у нас вот такие могут быть накидочки замечательные, домашние. Ну и здесь у нас, как вы понимаете, все по стандарту идет. Так, давайте мы теперь, наверное, воткнем 780 кабину. Прямо-таки большую. Вот какую только это возможно сделать. И посмотрим, какой тюнинг у нас имеется здесь. То есть тут у нас идут абсолютно такие же накидки, как я понимаю. Ну и сверху у нас можно сделать вот такую спалочку кровать. В остальном, в принципе, не поменялось ровным счетом ничего. Так, друзья, ну что. Сейчас я попробую восстановить ту машину, которая у меня была до этого, которую мы собирали, ну, либо полностью переосмыслю и соберу другую тачку. И мы вместе с вами уже отправимся на тест-драйв, послушаем звуки, посмотрим, как это все сцепляется с трейлерами. Ну, в общем, обычный классический тест-драйв. Так что, друзья, погнали. Итак, ребят, ну что ж, собрал я вот такую вальвушку, да, специально я помню, помню, помню про то, что нужно проверить два типа зеркала. Там имеется еще третий тип, то есть он по своей конструкции крепежа крепится вот как левое зеркало, которое ближе к нам, да, но только оно круглое, как то, которое справа. И поэтому я так подумал, ну, блин, как бы разница-то, в принципе, не особо будет большая, да, просто там по факту отличается место крепления. Также из дополнительных, ребята, аксессуаров у нас вешается, вот еще обратите внимание, вот рядом с фарой, да, вот здесь вот передний вот такой уголок можно сделать хромированный, просто забыл я про это упомянуть. И плюс ко всему лампочки вот так же сюда повешал для того, чтобы все это дело проверить. В остальном вроде бы как все я вам, в принципе, показал, и как бы вот такую машинку я, в общем-то, собрал. По салончику тоже, опять же, я все здесь под себя так интересненько сделал, чтобы вроде бы как весь тюнинг был, но и в то же время, чтобы все это можно было проверить. Вот немножко неудачно, наверное, корону поставил. Зеркало мы, ну, видно, что оно, да, естественно, все отображается хорошо, здорово и классно, но коронка как бы немножко мешает, так что, ребята, вот тоже смотрите за такими деталями. Итак, давайте смотреть, что у нас по зеркалам. Основное зеркало у нас регулируется, это хорошо, маленькое зеркало дополнительное тоже хорошо. Переднее левое, которое на капоте, в принципе, адекватно показывает, вот то, которое справа. Так, давайте мы его чисто сейчас на грузовик наведем. Ну, вот, да, видно зеркало, вот это наше основное, вот оно в уголке здесь отображается. То есть, в принципе, да, единственное, только я косякнул в том, что поставил сюда корону, и поэтому оно мешает. Боковое зеркало также оно есть, его можно, в принципе, снять. Соответственно, правое зеркало и правое малое, и все работает по основным регулировкам. Друзья, сразу, когда вы зайдете в игру, в игру с этим модом будет очень маленький фов. То есть, он будет где-то примерно вот так. То есть, вы просто заходите и выставляете уже фов, который вам нужен. Ну, вот самый нормальный, это где-то от 75 до 80 плюс-минус. То есть, естественно, регулировки сидения все работают по высоте и т.д. и т.п. Руль, он у нас также регулируется во всех плоскостях, которые есть. То есть, это, в принципе, не мудрено, я думаю, это должно уже работать. Далее, по бортовому компьютеру, ребята, вот здесь у нас отображается, соответственно, ручничок. Аварийка, это вот она у нас так моргает и прям бьет она у нас в окно. Вот никак ее не уберешь оттуда. Ну, вот, к сожалению, Вольво придумали эту всю историю именно так. Также у нас работают клавиши блокировки. Плюс ко всему, индикация идет здесь. Ну, слева там, как бы, немножко такой лишний элемент появляется. То есть, ну, все здесь реально работает по анимации, по всей вот той истории, которая нам нужна. Единственное, что здесь у нас нет подъемной оси, но клавиша вот эта, в принципе, она присутствует. То есть, если здесь была бы, допустим, подъемная ось на этой Вольво, я думаю, она бы совершенно спокойно работала. Так, давайте мы сейчас с вами наберем команду, которая, которая, вообще, по идее, она нам должна включить, как бы, дождь визор 1, допустим. Почему нет? А, я не набрал здесь сет. Вот так вот. Вот, отлично. У нас включился дождик. Включаем дворнички. Это первый у нас, соответственно, режим второй работает. Второй немножечко побыстрее. Ну, и третий прямо-таки вообще такой быстрый-быстрый-быстрый-быстрый, который на постоянной основе молотит. Также у нас дворники анимированы с внешки. Это хорошо. И, соответственно, в обратном порядке они у нас также все работают. Вот, смотрите, в 1.36 на 11-м Директриксе как-то в дождь вот отражения на асфальте, как мне кажется, какие-то другие стали, что ли. Не знаю, может, мне кажется, конечно, но реально они пореалистичнее немножко стали, отражения такие на асфальте. И прямо видно то, что это мокрый асфальт. Интересненько, интересненько. Вот такие интересные детали начинаешь замечать. Так, выставляем это все на нолик. Так, далее нам с вами нужно будет поставить тайм. Давайте сделаем 1 час ночи. Соответственно, габариты. Ну, это все с внешки. Давайте сначала поглядим. Габариты у нас просто загораются сверху на козырьке. И в основных блок-фарах также у нас загораются. Это, соответственно, ближний свет фар, ну и, соответственно, дальний свет фар. А, ну, плюс ко всему на габаритах у нас вот эта нижняя полосочка в бампере тоже начинает гореть. И, соответственно, все это у нас дело работает. Тут у нас вот такая замечательная аварийечка. Ну, и сзади там вообще все крайне-крайне прям просто. Это задний ход, там ручник, стопы и т.д. и т.п. По внутряночке. Габариты ближний, дальний. То есть, в принципе, здесь все работает. Подсветка здесь постоянная. То есть, она вот постоянно как она работает, так она и работает. То есть, в принципе, здесь тоже все хорошо. По трейлеру, друзья, конечно же, я взял хоппер, который добавился в 1.36. Но мы его сейчас обязательно подцепим. Так, по портачу абсолютно все то же самое, что и на дефолтной вольво. То есть, в принципе, все это работает. Так, запускаем мотор. Напомню, D13. Давайте габаритики включим. Ну, в принципе, хорошие звуки такие вольвоские, нормальные. Никаких проблем вообще нет в прослушивании. То есть, ни слуха не режут. Ну, обычные, просто обычные звуки. Эффекта вау не производит, просто обычные хорошие звуки. Так, цепляем наш хопперов. Вот тут вот прям реально подойдет вот та кабина, которая низкая, да? Просто даже без дополнительного спойлера. Семьсот тридцатая, если я не ошибаюсь. Так, ну что ж, поехали. Нам надо будет с вами сделать поворот, чтобы посмотреть, как у нас вообще все это дело с коллизией. Ну, тут, в принципе, место до хрена, поэтому, я думаю, никаких проблем у нас с коллизией здесь не будет. Выезжаем. Я уже подготовился так немножко к Юте, я переехал в Элка, в Неваду, поэтому у нас немножко другое здесь место теперь в обзорах получилось. Мы по такому городку с вами будем передвигаться и смотреть, как машина себя чувствует в городских условиях. Больше, как бы, у нас поворотов будет. Такой своеобразный круг будем делать. Так, ну, на красный сигнал мы стоять не будем, потому что трафик отключен. Ну, хорошо себя машина чувствует, то есть вот на клавиатуре прям играешь нормально. Она вот и в повороты хорошо заходит, и никаких проблем вообще абсолютно нет. То есть и в зеркала все видно, все под себя настраивается, все болтается, все шевелится. Ну, блин, тупо классика, это Вольво, пацаны. Машина типичного дальнобойщика из СНГ. Все в тюнинге, снаружи тоже все такое классное, красивое. Еще фар только от приора не хватает, но это уже я просто не хотел, так скажем, рушить всю эту историю, поэтому, в принципе, они работают и работают обычно, то есть ничего такого сверхъестественного нет. Все это светится, все, естественно, моргает, все хорошо работает. Ну, это уже ЕТС-овская такая, знаете, тема. Чем они отличаются от ЕТС и ЕТС? Ничем они не отличаются абсолютно, то есть вот вообще никаких различий нет. Абсолютно. То есть вот как она сейчас в ЕТС-ке представлена по тюнингу, так же она представлена по тюнингу и в Евротраке. Разницы нет вообще никакой. Так что, как я и говорил еще тогда давным-давным-давным-давно, что обзоры на американские траки, если они есть для двух игр, я буду делать здесь. Если это, допустим, Европа какая-то, да, то это все-таки уже непосредственно будет делаться в Евротраке. Ну что ж, ребят, круг почета я сделал, добрался я до своего горожана, но, в принципе, давайте мы здесь будем вот так вот тоже выходить направо и финалиться будем именно в этом месте, прямо вот посреди дороги. Что сказать по моду? Да, друзья, есть, конечно, у него косяки по модели, да, то есть про которые я говорил в начале этого видео, но они, в принципе, не очень такие уж и существенные на скриншотах, единственное, только, может быть, там, неприятно на все это дело наблюдать, но, в общем и целом, по своей компоновке, по своему тюнингу, очень-очень-очень добротный мод и прям мне действительно он нравится. Давно я за ним слежу, давно я на нем катаюсь, прям все хорошо, меня реально все устраивает. Если, ребят, вы какие-то косяки заметили, потому что у меня, на самом деле, глаз уже замылен на этот мод, я очень много на нем езжу и, может быть, я уже где-то на что-то даже не обращаю внимания, вы какой-то очевидный косяк увидели, обязательно, ребят, пишите об этом в комментариях, автору я все это дело передам, да, даже, быть может, он и сам увидит, но не забывайте, что если вы придете от меня этот мод покупать, то получите скидочку в соточку целую, то есть вот прям вот вообще будет красота. Все, ребят, на этом все, все ссылки в описании, не забываем подписываться на канал, ставить лайк. На своем был Алексей, я желаю всем хорошего настроения, всем огромной дачи, пока и еще увидимся.